Вы подготовили проект по созданию федерального заказника «Новосибирские острова». Этот проект находится уже в правительстве страны. Скажите, когда он будет подписан и какие изменения будут в связи с этим документом? Ведь известно, что на островах ведется добыча мамонтовой фауны, и после подписания этого документа будет ли запрещена эта деятельность на островах? Работа эта начата в 2013 году по инициативе Республики Саха-Якутия, и Русское географическое общество отметило уникальность Новосибирских островов. Острова находятся в составе ресурсного резервата «Лена-Дельта», и специалисты совместно с Министерством природных ресурсов и экологии внесли предложение, чтобы повысить статус до государственного природного заказника. Данная работа уже приходит к концу. Межведомственную комиссию возглавлял Алексей Петр Николаевич. И действительно, проект нормативного акта Министерством природы Российской Федерации внесен в правительство Российской Федерации. Проектом предполагается создание государственного природного заказника «Новосибирские острова». Площадь составит 8 миллионов 400 тысяч га. Преимущественно входит группа островов Анжу и Делонга. За исключением островов Большой Ляховский и Малый Ляховский. Вообще, надо понимать о том, что государственный природный заказник – это особая форма особо охраняемой территории. Если, допустим, природный заповедник предполагает охрану всего комплекса природных средств, то заповедник только части. В нашем случае это острова, морская акватория и объекты животного мира. Лаптевский вид моржа, белый медведь – основные виды, которые будут подпадать под охрану. А то, что касается промыслов, будет принято положение о государственном природном заказнике «Новосибирские острова». Конечно, научная деятельность по изучению палеонтологических остатков будет проводиться. Но ни в коем случае хищническая добыча, использование мототехники, мотопомп и так далее, остатков мамонта и фауны – это будет исключаться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!